я приветствую всех наших подписчиков это телеканал вот видеть вот вот прет этот телеканал youtube проект да это так меня зовут максим назаров и как всегда традиционно для вас дмитрий спивак дмитрий здравствуйте представил вас как народного артиста приветствую тебя макс у тебя хорошее настроение уж не знаю с чем она связана но надо надо держаться несмотря ни на что и сохранять позитив и веру я согласен что касается твоей оговорки что вас приветствует телеканал макса назарова ну что ж может по фрейду иди знай пройдет пару лет выберешься вы в олигархи хотя нет у нас же обычно телеканалами владели на продавцы на булочек олигархи же это только владеют там cnn bbc там да fox news и так далее у нас это нельзя поэтому давай на надо стремиться глядишь твой youtube канал перерастет в нечто больше чего я тебе абсолютно искренне желаю а посему друзья а посему то что это да это так это я понимаю но вы давайте подписывайтесь на канал макса иди знаю может придется нам после войны донатить на этот канал понимаете чтобы творить чего-то большего в общем срекуете рекламу делаю по мне нравится нравится сам дмитрий спивак твоего позволения я понимаю о чем мы будем говорить и об украине о том что в мире я все я все понимаю свое позволение две вещи хочу сказать две даты я я одессит я я сын подводника и я многолетний участник международной ассоциации подводников ветеранов подводников имени александра ивановича маринеска так называется эта ассоциация которая входит в международную ассоциацию ну короче вчера вот 15 января в далеком уже 1913 году родился александр иванович а значит маринеска я надеюсь что его имя пока не под запретом там с этой всей борьбой терусификации декоммунизации и так далее но мне очень хочется чтобы таких героев чтили опять там повыскакивали разные те кто называют себя ура патриотами рассказывают что он там не тех потопил не того потопил но это герой которого адольф гитлер считал чуть ли не врагом номер один так он об этом писал и атака века есть о чем прочитать в общем короче вот такая дата но как-то она тихо и мне все это не нравится что опять вот такие исторические личности как как-то мы все это пытаемся замыслить и возродить какую-то новую историю и все это плохо это первое вот что хотел просто сказать да у нас в одессе искать памятники я тоже принимал когда-то в этом участие вся ассоциация ветеранов подводника в этом принимала участие и учебное учреждение у нас морское естественно имени носит имя и сама чем эринеска вот это я первое что хотел сказать но и ушел а второе отдельно не связанное с этим но просто тоже не могу не сказать я я знаком с этим большим человеком был это ушел из жизни на восемь четвертом году большой великий мимино да вактанг кикабидзе большой человек настоящий патриот мужчина с большой буквы человек был с большой буквы и друг украины был с большой буквы и ну вот так глыба уходит эпоха уходит и ну вот вот пусть память о нем остается вот в его ролях фильмах да и вообще вот помнить надо таких людей они гораздо выше чем актеры и гораздо больше чем просто актер это больше звание как артист артист величина да извини что я просто хотел сказать добавить с вашего позволения как пел вактанг кикабидзе мои годам мое богатство поэтому берегите каждый свой момент своей жизни в своем новом году прочувствуйте это потому что то что мы сейчас будем обсуждать дмитрием к сожалению последние годы забирает жизнь забирает года у людей у молодых вот я смотрю на то что происходит в днепре произошло в днепре и происходит сейчас в рамках обсуждения и но честно у меня нельзя сказать что у днепр я вижу реакцию некоторых россиян многих россиян да на все то что произошло в днепре они хотят еще и мало и и так далее и так далее я не знаю как можно радоваться человеческим смертям я не знаю как можно желать массовой там гибели это нужно останавливать да и я вот предлагаю наш эфир с вами как раз таки сконцентрировать сконцентрировать на том как же это остановить давайте начнем с днепра страшная припедия до три десятка погибших раненых еще больше дети молодые девочки мальчики взрослые и в чем главный вопрос днепр это же но не впервые такое такое страшное что произошло за последний год была и винница был и краматорск много мы все вот там ежемесячно проживаем днепр вот вопрос в другом и этот вопрос породил советник главы офиса советник офиса президента алексей арестович да сбили избитая ракета попала или целенаправленно ракета x попала давайте на этом сконцентрируемся дмитрий какие у вас мысли по этому поводу и вообще что из этого всего информационного может дальше вырасти поскольку ты сформулировал глобальный вопрос состоящий из 15 вопросов разных позволь тогда я ну давай дай мне немножко времени я все это разложу они арестовичем единым первое днепр эта трагедия понятно человеческая большая трагедия вы все знаете я думаю что я там зрителям твоим не открою никаких новых тайн мы все за этим следим на сегодняшнее утро уже по моему 35 погибших под сотню раненых еще более 30 человек так пока и не нашли среди погибших и дети и подростки и девочка 15 ну ну то это кошмар но дело даже не в этом самое мерзкое отвратительное это реакция не только вот обычных россиян о которых ты сказал потому что я не понимаю как можно танцевать на костях массового террора и массового убийства мирных граждан даже во время войны но когда идет война и погибают военные солдаты но это воспринимает эта трагедия тоже но это война и профессия военных солдат офицеров воинская профессия это защищать свою родину но когда ракеты летят по мирным жителям но это я не знаю как это назвать ну я не знаю а психологию таких россиян это ублюдочная психология это это бесчеловечная психология нет ни одной ни одной ценности общечеловеческой а я в религию даже не хочу просто нацизм нацизм который это это истребление мирного населения это согласие вот истребление специальное целенаправленное это ублюдки ну и еще более отвратительно это официальная позиция министерства обороны россии они же там разговаривают как как дурдом а палата номер шесть друг с другом разговаривают причем непонятно кто кого в чем убеждают как роботы докладывают выпущено такое-то количество ракет все цели поражены значит в днепре мы поразили значит что-то там они блять поразили в днепре на их мнение какой-то пункт командный сука по всему миру показаны эти все ужасающие факты разрушенного многоэтажного дома весь мир нато какой на да где вот третья циничная история это реакция и отсутствие реакции мира то есть мир что до днепра что после днепра ничего не поменялось не в позиции запада который против россии не в позиции востока который как бы всегда за мир и и в позиции он не в позиции трусливого нато опять выбежал глашатый этот натовский значит лицо нато господи столтенберг ян с которой на пенсию наверное мужа пора опять что-то проблем что я не понимаю как можно нато говорит что нато этого сила которую все в мире байда никто их нахрен не боится потому что каждую атаку российских ракет на украинскую территорию выбегает столтенберг и произносит три вещи одинаковые мантру россия плохая не агрессор мы будем помогать украине украину россии еще много ресурсов и нато не воюет хрена ты мне это все рассказываешь нато ты беловоротничковые вы нато кому вы тогда нужны если ты каждый день так трусливо выбегаешь ведь в его же этих речах макс две вещи главные нато не воюет с россией нато не участник конфликта и у россии там еще хрен его знает что есть ты зачем это говоришь нам нам от этого лучше легче хуже для чего ты это все комментируешь и вообще впервые встречаю чтобы во время войны которая идет на территории суверенного государства ежедневно в эфир выходил генеральный секретарь военного блока нато и говорил как какой-то за телевизионный эксперт дипломат хрен его знает он другой он именно телевизионный эксперт вот такой вот ну телевизионный эксперт во главе нато уже говорит о том что такое нато если вы посмотрите их историю то ничего ничего большого они не выиграли и ничего большого они не предотвратили вот же еще задача нато предотвращать не допускать там агрессию воина и так далее ну а что всем что 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 я не знаю про днепр кстати отвлекусь у меня товарищ не близкий но так знакомый живет ну живет через два дома вот от этой трагедии которая случилась и я его вчера набрал ты говоришь у тебя паническая атака человек вообще просто пребывает в каком-то таком но вообще в каком-то не очень понятном состоянии я ему даже посоветовал ну тоже без иронии абсолютно серьезного посоветовал ему обратиться как к врачу как-то побеседовать ничего зазорного нет конечно и совсем чем вменяемые то есть ну представляешь там два дома это ну там я не знаю ну 100 метров 150 ты представляешь что там вообще у людей когда все это обломки тела люди и это я не понимаю теперь арестович да я перед арестовичем я просто хотел бы очень часто последнее время наши с вами видео и другие видео канала да это так попадают в рекомендации какой-то ботве страшной которая заходит и начинает вести себя очень плохо у нас в комментариях я вот обращаюсь к россиянам которые смотрят и продолжают радоваться всему тому что сами они породили в украине и всему тому что происходит смертям убийством днепру виннице краматорскую гуча и так далее я просто очень хочу чтобы вам стало стыдно я просто очень хочу чтобы вы прочувствовали всю ту боль потерь которые чувствуют ежедневно украинцы матери отцы которые теряют своих сыновей на фронте жены и так просто прочувствуйте на секундочку встаньте на место человеческое без без привязки к вашему долбаному путину просто и вам станет очень стыдно за себя за такое ничтожество которое вы выписываете творить а теперь арестович извините что ставлю его под знаком равно с со словом ничтожество но да я вообще постараюсь очень коротко не хочу не хочу вообще останавливаться на этом персонажи по нескольким причинам причина первая и главное я же в отличие от многих свои какие-то фундаментальные позиции стараюсь не менять если в чем-то ошибаюсь признаю свою вину если меняю какую-то свою точку зрения тоже говорю о том что я изменил свое мнение потому что и потому что что касается арестовича я я дал ему оценку давно своих программах и эфирах там и два года назад и полтора года тому назад и сейчас такая мы нация политическая так такой мы народ мы 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 должны мы должны мы мы способны остановить русскую армию но не способны договориться друг с другом и начинать думать с точки зрения вот электоральные каком-то да мы вечные кумиры себе ищем картинки какие-то да я так и вижу вторую турку это президентских выборов до притула и арестович что как мне прокомментировать то что смотри сейчас макс дело же не в том что он сказал про ракету это же просто ну ну давайте ну возьмите все что он говорит но не сбывается ни один его прогноз не одна аналитическая повыкла ничего вообще а социология говорит что people have it прошу прощения я не ко всем к вам я говорю социология говорит так что people have нравится вам это а он же неоднократно очень нелицеприятно и так с пренебрежением говорит об украинском народе ну погуглите ну зайдите ну давайте же начнем думать это первое и главное более того я вчера давал обширный комментарий для израильского телевидения макса самое ужасное что там в израиле обсуждают вот эту историю с высказыванием арестовича он же как бы официальное лицо он же как бы представляет офис на израиль россии да любое высказывание распространяется в сми это подхватили русские сми это подхватили израильские сми что мол это же вот смотрите это ж там кто-то чего-то сбил резюмирую все что он вчера сказал это вредит украине просто вот это вредительство а посему чтобы я вот вот хотел бы мне бы хотелось чтобы во время войны во время военного положения чтобы верховный главнокомандующий просто своим решением да волевым решением запретил всем гражданским лицам да давать очень какие-то экспертные оценки и комментарии какие ракеты куда летят откуда запущены а где наши войска кто куда контрнаступление беларусь не беларусь это должны комментировать исключительно официальные лица министерства обороны наших вооруженных сил украины может быть там до главного управления разведки там службы безопасности украины там рнпо я не знаю ставка верховного главнокомандующих военно-воздушные силы официальные спикеры губернаторы должны заниматься социальными проблемами в своих регионах а вот эти спикеры да и эксперты должны скушать твикс потому что от безнаказанности от вседозволенности от того что надо отвлечь наше внимание может быть от солидарно может быть еще что-то но вот показатель израильское телевидение это говорит о том что мировое мировое информационное пространство зашаталось мол да не такая уже эта ракета не совсем вот тут ключевой дмитрий смотрите ведь заявление арестович давайте вот просто за спину арестовича поставим его как будто нет само заявление оно прозвучало в парадигме именно российской пропаганды о том что украинское пво сбивает российские ракеты которые летят на жилые гражданские постройки значит я просто вспоминаю когда меня помните в киеве целились дроном в тесс возле вокзала возле жд вокзала а попала в жилой дом и они говорят не сбивайте чтобы не гибли гражданские не сбивайте вот это вся парадигма российской пропаганды которую по сути вот арестович ну в которую попал на целенаправленно устал ли ну по его оправданию что он наверное устал просто я я просто к людям хочу обратиться война ж рано или поздно закончится война порождает новых героев новых мессий неужели вы не видите вот ничего люди дорогие мои замечательные наши мы же мы же может быть такое время сейчас переживаем а потом мир а потом выборы а потом политика и ну 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 давайте же начнем не картинками мыслить не не вот этими симпатиями потому что ну потому что хреново это все закончится есть такое знаешь макс что промывание мозгов часто приводит к их утечке вот я не хотел бы чтобы промывание наших мозгов приводило к утечке их у большинства людей ну и еще есть такое что да что такое политика на это когда ты промываешь мозги людям за за деньги этих же самих людей там манипулируют ну все подожди финальный вопрос по арестовичу коротко и вот надо уволить то я вообще не понимаю что он там делал и делает поэтому для меня этот вопрос как бы риторический но я просто не очень понимаю его функции и его его должность ну раз он в офисе значит он один из спикеров значит он нужен значит они не знаю может быть есть какие-то планы на парламентские выборы да вообще же в отличие от притула арестович с головой с определенными знаниями умениями владения массами нлп психологическим воздействием на людей я чек откровенно он не бесталантный чек он достаточно талантливый человек пользуется этим моментом поэтому есть такое ощущение что нужен но всему есть свой предел и я думаю что вот запас за вот эту его вот эти последние перлы но я думаю что должен понести ответственность все макс предлагаю с арестовичем да 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 есть более важные темы обсуждаемые ребята гибнут страшные бои у нас солидар район бахмута и опять же вокруг солидара но вот смотрите есть информационная спецоперация мы прекрасно работаем как мы прекрасно знаем как работает ипсо но когда подключаются иностранные смиг теме того что не озвучивают наш генштаб там элемент министерство обороны это немножко напрягает но вот например по солидару значит выходит бутусов бойцы некоторые говорят что ну мы не контролируем жилые районы солидара там небольшой городок всего 10 тысяч уже там промзона значит выходит россияне говорят что они контролируют солидар выходит сегодня министерство обороны в лице маляр грит не 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 ребят бои идут никто ничего не сдал точно также озвучивает в вчерашнем обращении президент зеленский я понимаю что это ипсо мы с щеплыг разбирались да он говорит что это реально ипсо российская и мы не мы давайте просто помолчим да как это бывает и бывало на протяжении этого года но все больше людей после того же извините просто арестовича хотят знать правду да потому что вот опять же выходит вашингтон пост говорит ну бахмут этом журналисты анализируют бахмут или очень тяжелые бои ценой там сотен жизней украинских солдат или надо отступить и просто взрыв у тебя мозга что же происходит на самом деле дмитрий первое правду во время войны узнавать очень сложно и тяжело виноваты здесь нет потому что сейчас куда необходимо хочется знать правду на истинную правду по многих событиях войны обычно к сожалению узнают после войны и еще раз говорю здесь нет здесь нет виновных потому что когда идет война то информационная война и какие-то мотивирующие вещи пропагандистские вещи ничего плохого в слове пропаганда нет если ее правильно в правильное русло напрыла война идет и поэтому обмен информации дезинформации каждая сторона пытается мотивировать своих и демотивировать противника задача русских понятно они кричат на весь мир солидар их значит задача украины понятно недо мотивировать наших солдат вооружений наших людей потому что солидары пахмут Я небольшой военный эксперт, как некоторые, но просто пытаюсь мыслить. Там все разрушено, там уже очень мало людей, но с точки зрения логистики раз, с точки зрения военной психологии два, с точки зрения некого такого как бы фактора успеха или неуспеха на полях боя, вот эти два населенных пункта имеют большое значение. Поэтому русские хотят зафиксировать свою победу. Наши представители нашей власти, говоря о том, что бои идут, тоже, наверное, это является правдой, потому что, ну, бои, конечно, идут, чуть правее, чуть левее и так далее. Где там эта граница Солидара? Вот мы уже вышли сюда или они зашли сюда? Не знаю. Надо ли его оставлять? Сколько там погибло людей? Что там с тактической обстановкой? Как там все это происходит? Дмитрий, ну, смотрите. Я и не буду давать этому оценку, потому что, Макс, не знаю, не знаю всей истины, всех составляющих. Хочу слышать официальное подтверждение. Смотрите, я с вами согласен абсолютно. Я терпеть не могу Бутусова, ну, это журналист, которого знает вся страна, он там на фронте, да, и он, если можно так сказать, первый враг информационной Зеленского и офиса президента. Ну, вот он и постоянно, ну, мы понимаем, в чьем он лагере находится, хотя во время войны я вообще не могу представить, что за политические лагери у нас функционируют, хотя они функционируют. Вот он говорит, офис президента боится сообщать о потере Солидара, потому что банковая хочет сообщать только хорошие новости и не хочет брать на себя ответственность за поражение. Вот это Бутусов, да? Я просто к чему? Ну, то есть, мы понимаем, что мы работаем на победу информационно. И точно мы побеждаем информационно. Да, но, опять же, пишет Вашингтон пост, есть кровавая бойня в Бахмуте, опасность для Украины. Вот такой заголовок. То есть, когда мы решаем подменять понятие, это тоже плохо. И так плохо, как вы говорите, и вот так. Война не может строиться только на победоносных шествиях. Война – это кровь, потери на фронте, какие-то поражения, какие-то победы тактические, стратегические. Так развивается любая война. Это первое. Второе. Опять не хочу комментировать Бутусова, потому что там что-то личностное, политическое. И с тобой согласен. Я не очень понимаю, как во время войны надо еще решать какие-то политические дрязги. Давайте закончим эту войну, а вот после войны начнем политические баталии, сражения внутри собственной страны, внутри нас друг с другом, кто кому симпатизирует, кто какие там силы политические и так далее. Второе. Третье. Позиция офиса президента и той информационной политики, которую они сопровождают. А какую они должны сопровождают? Сеять панику среди людей? Нет. Значит, если мы оставим солидар, нам об этом скажут, что солидарность. Будет ли это трагедией? Нет. Но ты же еще не забывай, Макс, вот это же очень важно. Когда ты слышишь официальное заявление президента Зеленского или кого-то из его офиса или из ставки, ты же не забывай, что каждый их месседж, он же идет и к западу тоже в том числе. Поэтому сложнейшая ситуация вокруг солидара, криминого и бахмута направлена, это информация об этом, направлена к западным партнерам, что заканчивайте телиться уже, ну дайте оружие, все то, что мы у вас просим уже месяцами, не по чуть-чуть чайной ложкой, блядь, выдавайте. Дайте нам весь спектр наступательного вооружения, и тогда мы пойдем, собственно, в наступление. Но нельзя без клюшки играть в хоккей, а без бейсбольной биты выходить на бейсбольное поле, ну ни хрена ж не получится. Если мы хотим наступать и освободить территорию, нам нужно наступательное вооружение. Танки, БТРы, самолеты и, конечно, ракеты, хаймерсы, не хаймерсы, но какие-то серьезные ракеты с дальностью 200+, нам же ни хрена не дают, нам же только кормят обещаниями. Это второе. И третий аспект – это международные СМИ. Вашингтон-Пост, Нью-Йорк, СНН там выдала такую не очень про Украину материал, если захочешь, вернемся к этому. О том, что мы стали лабораторией для испытания западного оружия? Да, да. Так вот, западные американские СМИ в своих как бы изданиях, в своих аналитических материалах, ну пишут некую объективную ситуацию, что да, вот как ты сказал, Бахмут, Солидар, кровавое побоище, там тысячи жертв, вот так вот оно все там качается. Ну и это тоже соответствует действительности. Никто из наших руководителей страны не говорит, так сказать, о каком-то там победоносии. Просто по-разному формулируются мысли. Но весь мир видит, вот же в чем еще отвратительная история. Весь мир видит, что вот это некая пауза зимняя, и вот этот некий тупик на фронтах, о котором говорил Буданов, и вот это вот некое, какое-то такое, вот да, вот все, ни туда, ни сюда. И русские окопались, и за это время смогли, значит, вот эти оборонительные редуты создать. И у нас нет достаточного количества и номенклатуры вооружения, чтобы прорывать оборону. Вот тупик. Я считаю, что это идет на пользу российской армии. Почему? Объясню очень просто. Она большая, эта Россия. Она ресурсная. Судя по всему, Путин поставил экономику на военные рельсы. И, судя по всему, он готовится к большой затяжной войне. Ну так, судя по многим и многим инсайдерским моментам, которые, так сказать, да, удается отследить в нашей прессе, в иностранной прессе. Судя по его встречам, судя, например, по тому, что производят они ракеты. Да, немного, но производят. Они каждый месяц производят ракеты. А раз производят ракеты, значит, производят и какие-то другие вещи. И если экономика России там за Уралом в Сибири поставлена на военные рельсы, то, ну, слушай, там большие производственные мощности. Дальше. Иран. Ты посмотри, какая информация вчера пришла, что Иран у России закупает эти Су-35 истребители, а, наверное, что-то еще закупает у России. Значит, почему эта информация пробежала мимо нас? Ведь она же важнейшее значение имеет. Почему? Объясню свой взгляд. Если Россия продает Ирану Су, значит, у России этих Су до хрена, раз они еще могут продавать. Это первый аспект. Второе. Если Россия продает Ирану свои истребители, значит, Россия от Ирана что-то ждет. И у меня есть такое ощущение, что ждет от Ирана не только эти мопеды, шахеды и дроны. Вот. Потому что эти дроны они получают из Ирана и так. А у меня есть такое ощущение, что Россия еще поможет Ирану в обогащении урана, да, и будет требовать от них баллистических ракет. А Запад, да, телится, никак не может нам обеспечить, то ли небо закрыть, то ли ПВО дать. Потому что все идет постфактум. Прилетает, уничтожает нашу инфраструктуру, потом собирается Запад и говорит, да-да-да-да-да, сейчас мы вам немножечко дадим. Все это вместе говорит о том, Макс, что сегодня и в Украине, и в мире идет большая информационная война. И давай дадим право на информационную политику во время войны исключительно официальным лицам и органам украинской власти. Это будет правильно, хотя каждый из нас хочет докопаться до истины в каждом отдельно взятом моменте. Но мы же не знаем с тобой, Макс, общее положение на фронте, планы, тактика, стратегия. Поэтому и не комментируем особо. Мы же это не знаем. Мы же с вами не арестовичи. Смотрите, у нас... У нас сейчас что-то с интернетом? Немножко бывает, да, просто перепады в электричестве. Но вы меня слышите? Да. Меня в чате видно, в экранчике в Ютьюбе видно. Напишите, пожалуйста, наши зрители с нами или нет, как со связью, и заодно напишите, из какого города вы смотрите. С какой стороны. Вы вспомнили статью СНН? Украина, там, заголовок такой яркий. Украина стала абсолютной лабораторией для испытания западного оружия и боевых инноваций. Мы же помним, да, в преддверии Нового года министр обороны Резников заявлял что-то подобное, о том, что мы стали полигоном. И, в принципе, неплохо, потому что таким образом мы имеем шанс победить в этой войне. В других вариациях, возможно, этого бы и не было. А так нам дают оружие. Мы его испытываем. Враг поражен чаще. И вот, пожалуйста, мы побеждаем. Правильно ли это, неправильно? Я думаю, что действительно выхода здесь другого нет. Ну, то есть или капитуляция, или действительно поставки этого оружия. Но возникает вопрос. Если уж мы реально полигон для западного оружия, чей ВПК на продажу будет расти дальше, потому что и Соединенные Штаты имеют свои цели, и желание заработать миллиарды, триллионы, и Европа уже тоже, понятно, имея на континенте такого врага, это понимает. И это все будет расти. Но почему нам, например, не могут действительно для того, чтобы геобаланс пошатнулся, дать дальнобойные ракеты? Ну вот, и проверить их инновационность, проэкспериментировать здесь. Да, чтобы наши ВСУ буронылы в небе полностью от вот этих российских ракет. В чем же это главное загвоздка? Даже не знаю, как правильно сказать. В твоем вопросе есть ответ. Потому что задача Америки не воевать с Россией напрямую, а воевать через посредников и зарабатывать триллионы. Так было, есть и будет. Хотелось бы, чтобы это еще и было с предотвращением массовой человеческой гибели, Дмитрий. Вот о чем. В геополитике нет этих ценностей, нет этих рассуждений, нет этих категорий и понятий. Мы же говорим о геополитике, а не о взаимоотношении людских. Мы же говорим о геополитике. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки работает, как Паша Ангелина вместе со Стахановым. Пятилетку за полтора года. Они получают грандиозные многомиллиардные контракты от стран, которые давали и дают оружие Украины. От стран, которые никогда не вооружались, но видя, что в центре Европы сегодня можно развязать войну, теперь уже стараются тоже закупать для себя вооружение. То есть весь мир вооружается. А где весь мир вооружается? Вот в этих огромных транснациональных корпорациях, большую часть которых контролируют Соединенные Штаты Америки. Поэтому для ВПК США война – это двигатель их экономики. Ну, слушай, это обычные вещи, я тебе говорю. И никакой Америки, извини за тавтологию, я не открываю. Любая война всегда. В 15 веке, в 10 веке, в 20 веке. Сегодня любая война выгодна тем, кто изготавливает и производит оружие. Это раз. Вторая – любая война идет не потому, что кто-то не полюбил кого-то. Чушь – это собачья. Все эти цели придумываются. Война – это политика другими способами. Война – это за что обычно воюют? За рынки, ресурсы, торговые коридоры, транзитные составляющие, за деньги, за технологии. Вот за это идет война всегда. За что воюет Россия, только мы до сих пор не поняли, Дмитрий. За свои имперские амбиции, за Россию воюют. Они сами-то не поняли. За свои имперские амбиции она хотела быстро завоевать Украину и показать, что они один из двух-трех мировых игроков, которые будут влиять на будущее миропорядок. Ну, все, обломали зубы от Украины. Теперь стали младшими партнерами не только для Китая, но и даже для Турции. Но, тем не менее, партнерами. Младшими, но партнерами. И, конечно, Россия, ну все, миф о них уже развеялся. Миф об альфа-самце Путины в головах у многих развеялся, а у некоторых нет. Потому что, отвечая на твой вопрос, да не хочет Америка воевать. Почитай, вот я с зрителем твоим хочу, да, мы же гомо-сапиенс, надо же читать, и не только какие-то там журнальчики, а интересные книги даже тех личностей, которых мы любим или не любим. Вот я прочел две книги интересных, на мой взгляд. Это Генри Киссинджера про миропорядок, где Госдеп и он, Генри Киссинджер, американец до корней волос, да. Все равно пишет, что там в 20 веке Америка там проиграла несколько воин, там приводит пример, там Вьетнам, Корея и так далее. Значит, пишет об ошибках каких-то, в том числе, американских геополитики. Сейчас прочитал потрясающую книгу, Макс, тебе советую. Тоже понравится тебе. Действующего главы ЦРУ Уильяма Бернса. А, я давно читал, конечно. Которая называется, да, отличная книга «Невидимая сила» о дипломатии американской. И там есть одна формулировка, но вообще квинтэссенция. Я почти ее процитирую, так сказать, недословно. Она отражает суть Америки, и это будет ответом на твой вопрос. Он говорит, что задача и цель Америки всегда не решить конфликт, а проблему, а контролировать ее. Вот она. Я даже не знаю, он понял, что сказал, или не совсем он понял. Вот где собака порылась. Американцы не проблему решают в Украине, а контролируют эту ситуацию, которая происходит в Украине. Что такое контролируют? У них есть геополитический, стратегический враг. Да, это Китай, ну, номер один. И Россия, это ядерная угроза. И поэтому, когда они увидели, что Украина не только сопротивляется, а дает мощных пиздюлей, отпор дает второй армии мира, они начали там со второго месяца давать нам по чуть-чуть все больше и больше оружия, но по чуть-чуть, чтобы мы выстаивали, чтобы мы, так сказать, да, что они делают? Они истощают российскую экономику, санкции там и так далее, и так далее. Они истощают российский военно-промышленный комплекс. То есть они истощают Россию политически, экономически, с точки зрения военной. Поэтому продолжение некой войны в Украине вполне отвечает и геополитическим процессам. Более того, если выходит, сейчас заканчиваю. Ну, а то, что они боятся, то, что они на Западе побаиваются, и для них все равно Москва, это какое-то такое вот у них, вот Кремль, Путин, ядерное оружие, вот они все равно этого побаиваются. Хотя вся мировая пресса уже пишет, что после того, как товарищ Си Цзиньпи, не в двух смысле, но вместе с Байденом на пресс-конференции, какие бы они ни были враги США и Китай, но в одном они сошлись. И вслух сказали, что применение ядерного оружия, это посыл Путину, что этого не будет, этого не должно быть. И ты заметь, кстати, что в риторике кремлевских ребят как бы ушла вот эта тема вот этой дубинки ядерной. И тем не менее, несмотря на все это, как только Владимир Зеленский произносит, что наша цель для начала переговорного процесса, это выход на границы 91-го года, Запад начинает выйти. Милли, Кирпи, Берн, Салливан, они боятся. Они не хотели бы, чтобы мы шли на Крым. Для них Крым – это красная листья. Для них, не для нас, для американцев. Им страшно. Они хотели бы, чтобы мы воевали, вот так истощали Россию. Амелитополь, Солидар, вот это вот Запорожское. Вот здесь, чтобы мы крутились. Но планов Украины освободить Крым на Западе боятся. И поэтому выбегает каждый день Столтенберг и говорит «Не-не-не-не-не». Смотрите, Дмитрий, вы говорите сейчас, ну, по сути, цитируя две книги, да, опять же, «Киссинджер. Мировой порядок». Кто не читал, почитайте обязательно. Сейчас Киссинджер снова в информационном поле Украины. Его часто цитируют и критикуют, приписывают ему какую-то такую зрадную позицию, якобы он работает в интересах Кремля и так далее. Вы знаете, если бы Уильям Бёрнс знал, это вот второй автор, да, известный, один из лучших американских дипломатов, скажу я вам, если бы Уильям Бёрнс знал о том, что он станет директором ЦРУ нынешним, он бы никогда не выпустил свою книгу «Невидимая сила». Потому что в этой книге рассказывается очень много вещей от Югославии, Ирака, Ирана, Сирии, Китая, спецоперации Индии, Российской Федерации и Украине, да, об Украине там не очень много, но достаточно для того, чтобы понять, что вот это точно не понравится ни одному украинскому руководству, то, что там описано в этих книгах. Я достаточно часто цитировал в своих эфирах и Генри Киссинджера, который, по сути, сказал еще в 2008 году. В 2008 году, 14 лет назад, что Россия нападет на Украину, отнимет Крым, его аннексирует, развяжет войну на Донбассе, он это передал, передавал Кандализе Райс, Бараку Обаме тогда. На все закрывали глаза и не могли в Америке объяснить, чем же так важно Украину дальше финансировать обещаниями по поводу вступления в НАТО. Нет, не НАТО, да, но есть война. То, что предсказал Уильям Бернс. По этому поводу у меня к вам вопрос. Вы абсолютно четко и правильно все говорите, но мир начинает потихоньку тоже прозревать. Вот, например, экс-президент, известный нам, да, Литвы, далее Грибаускайте заявила в одном из интервью, что некомпетентность стран НАТО, то бишь коллективного Запада, стала одной из причин войны в Украине. Это заявила Грибаускайте. Ну, по сути, она говорила о том, что ну вот, мы там обещали много-много лет, ни хрена не выполнили, и вот, пожалуйста, Россия этим воспользовалась, напала и развязала эту кровавую войну. Дмитрий, а как же по-другому? Вот как же нам выстроить отношения с Западом по-другому? Нас дальше в НАТО не берут. Нам дальнобойных ракет для победы или хотя бы планирования наступлений не дают. И вот, и что? То есть мы как, ну что, мы болтаемся, мы ситуативно выстраиваем цели, а кто будет думать о стратегии? Кто будет думать так, как Киссинджер в своей книге «Мировой порядок»? Ну, для этого надо, для этого надо, чтобы были, да, чтобы мы тоже начали мыслить, начинали мыслить стратегически, да, не на год-полтора вперед нам бы день простоять, до ночи продержаться, хотя сейчас это актуально, да. Но любая война рано или поздно заканчивается, на смену любой войны приходит мир. Я верю, что мы отстоим свою страну и придет мир, и нам надо восстанавливать страну, идти дальше и выстраивать свою внешнюю политику. Тут я с тобой согласен, я пока ее не понимаю. А, вот. Потому что НАТО, НАТО продемонстрировало свое лицо безличие за эти 11 месяцев войны. Трусливое НАТО, боящееся и нежелающее видеть Украину в своих рядах, о чем они никогда, о чем они всегда заявляли и никогда не скрывали. Все эти рассказы про открытые двери и открытые шлагбаумы, все это чушь собачья. Имитация дружбы, не более. НАТО не будет воевать с нами и не возьмет нас в Альянс по одной причине. Ну, много есть причин, есть одна главная. Если Украина становится членом Альянса, а Россия лет через 10 еще раз решит напасть, то Альянс должен вступать в войну. Согласно пятой статье, их же устава. Не хочет НАТО воевать с Россией, о чем они каждый день нам говорят. И меня, и поэтому, в том числе, меня удивляет реакция многих наших официальных лиц, у которых все равно не развеиваются иллюзии. И мы все время все равно говорим, что мы будем в НАТО, и мы хотим в НАТО, и возьмите нас в НАТО. Да ну не берут нас в НАТО. Более того, после того, какой подвиг совершает сейчас армия Украины, вооруженные силы Украины, я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы вместе с европейскими коллегами, а может быть с кем-то и с азиатскими коллегами, а может быть строить новую конструкцию коллективной безопасности, потому что нынешняя система себя исчерпала. И НАТО, на мой взгляд, себя тоже исчерпало. Кроме маленьких стран, их никто не боится. Я думаю, что украинские вооруженные силы сегодня сильнее, мощнее, мотивирование и профессиональнее подготовленный, нежели большая половина стран-участников НАТО. Не думаю, что многие бы выдержали наступление российской армии на собственную территорию. Вот не думаю, что многие бы смогли дать такой отпор, как дала украинская армия. Жаль, что предыдущие 30 лет у нас свела тотальная коррупция, в том числе в военно-промышленном комплексе. Жаль, что мы сегодня ничего не имеем собственного и зависимы от каждого снаряда, от каждого патрона, от каждой системы ПВО. Мы зависимы от Запада. Я хочу напомнить тебе, что даже те же ракеты, вот эти Х-22, мы там несколько сот ракет отдали России там за какие-то долги, переучеты, взаимозачеты, газ, снега. Много лет тому назад, в 2000-х годах. Я хочу тебе напомнить, что Украина владела парком стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. все уничтожено. Да, мы их... То есть у нас... То есть задача, вот как ты говоришь, а что нам, и как нам разговаривать после войны, задача в кратчайший срок открыть второй фронт железобетонным, железом выжигать коррупцию в органах власти и в госсекторе и постараться в течение трех-пяти... Это я говорю, как хотелось бы. Мы как граждане. Смотрите, вот вы говорите об этом, а я сегодня читаю утром. Закончу фразу. Да, простите. И в течение трех-пяти лет, я считаю, что это вполне возможно, мы можем, у нас есть еще возможность восстановить большую часть своего потенциала в военно-промышленном комплексе. Начиная от завода Малышева в Харькове, который, постучу по дереву, слава богу, не разрушен, может производить все, что угодно, включая танки, заканчивая Николаевым, родина твоя, там, да, судоремонтные заводы, заканчивая нашими возможностями дронов, ракет и так далее. В конце концов, давайте построим патронные заводы, заводы для производства снарядов. В конце концов, давайте ответим себе на вопрос, где деньги во время Порошенко, более ста миллиардов военного сбора. Да, пять лет Порошенко был президент. Где эти, где эти все... То есть, Макс, нам предстоит очень серьезный разговор после войны с тремя структурами как минимум. С НАТО надо прекращать стучаться в эти двери и инициировать новое, создание новой конструкции. С МВФ надо посылать их уже нахрен вместе с их хотелками экономическими и политическими. Не только в МВФ есть деньги, деньги есть и на Востоке, громадные деньги, потому что сотрудничество с МВФ не принесло еще ни одному государству счастья. Они держат нас вот так в клещах и сажают на финансовую углу, взамен требуя политических уступок. И третья структура, с кем придется иметь такой серьезный взрослый разговор, это ЕС, Европейский Союз, где они должны, на мой взгляд, нам обеспечить четкий, понимаемый алгоритм в течение двух-трех лет нашей возможности стать членом вот этой единой европейской семьи. Почему мы должны иметь, почему мы имеем право на такие более жесткие конкретные диалоги, потому что мы это право отстояли сегодня и отстаиваем сегодня, как сказать, ну вот как сказать, остановив российскую армию на пути в Европу. Мы сегодня форпост между Россией и Европой, которая пьет кофе там и так далее, а в Америке еще и зарабатывают громадное бабло на всех этих военных действиях. Ну, подождите, ну и в Омбурге мы должны поговорить в первую очередь с самими собой, потому что вот вы правильно там, МВФ, НАТО, Европейский Союз, да, это все хорошо, но нам-то отстраивать эту страну, не им, нам, это наша страна, наше государство, наша Украина. Я открываю заголовки сегодня утром, и вот все правильно вы говорите, мы как граждане с вами, да, мы же, мы хотим, чтобы так было, я уверен, да, мы обладаем какими-то знаниями, какими-то связями, знакомствами, что дает нам возможность анализировать чуть больше, чуть шире. Но я открываю заголовок, читаю, ну вот, пожалуйста, там, народ депутат Украины дал запросы на автогаз, и эти придурки выписали себе 200 миллионов гривен премии за этот год полномасштабной войны. 200 миллионов гривен премии. Ну, ёпп, то что ты, вы вообще, что ли? Сдаю я вопрос. Во вселенную, понимаете? Смотришь там, кто-то из бюджета снова какие-то 200 миллионов себе расписал на какие-то компании по телепроизводству для марафона. И об этом говорят журналисты западные в первую очередь. И вот когда вот это вот всё вкупу составить, да, сложить, то ты, чёрт возьми, а чё ребята в Бахмуте думают об этом? А вот ребята, которые отвоёвывают в Солидар, ребята, которые стоят на рубеже возле Херсона, чё они вообще об этом скажут? Нам дают какую-то дешёвую, дешманскую повестку в информационное пространство, вот обсуждаете, вот Арестович вам, то-то-то. А на самом-то деле, ну, мы первый вопрос себе этот не задаём перед НАТО, ЕС и МВФ. Мы не задаём, а что с нами самими, мы наконец-то начнём строить страну, блядь, нормальную, богатую. Вот смотри, вот смотри, вот смотри. Да нет, Макс, мне трудно спорить с тобой, даже трудно какие-то аргументы пройти. Да прав ты абсолютно, тотальная коррупция. Каждый день, там, если СБУ и другие службы кого-то задать, особенно таможня. Вот я пару цифр скажу в продолжение. Ты говоришь, что 200 миллионов, 200 миллионов там выписали себе премию, ты говоришь, мерзавцы. Да не мерзавцы, они преступники во время военного положения, во время войны их нужно судить с конфискацией всего и вся. А они просто ушли себе в отставку и прекрасно себя чувствует этот Витренко, собственно, как прекрасно себя чувствует Коболев, собственно, как прекрасно себя чувствуют все остальные руководители всех остальных госкорпораций. Ну, а нефтегаз это вообще какая-то дыра многомиллиардная, коррупция. И я не понимаю, почему молчат. Они не знают. Вот тебе цифра по таможне. Официальная. Я придумал. В парламенте ее озвучили, что чуть больше 55% только выполнено плана за год. И что бюджет, внимание, бюджет Украины во время войны из-за таможни недополучил недолет 227 миллиардов. Макс, это 5 миллиардов долларов. Между прочим, 5 миллиардов долларов, которые мы выпрашиваем на всех площадках информационных. И причем получаем только кредиты, а здесь собственные. Только с таможни, только недолет. Там многомиллиардная коррупция. Там во время войны капец, что творится на этой так называемой продаже гуманитарки, контрабанды в обе стороны и так далее. Что, мало задерживали людей? Нет. Мало прерывали схем? Нет. Теперь у меня вопрос. Кто сидит? Ну, кто сидит из таможни? А есть фамилии? Подождите. Есть конкретные фамилии? Вы вспомнили таможню. Вы вспомнили таможню. То, на чем Украина во время войны получила какие-то преференции. Это называется зерновая сделка. Зерновая сделка. И тут просто выходят депутаты, говорят, у нас есть временно-следственная комиссия по экономической безопасности, и там есть материал о коррупции на таможне при экспорте зерна. Значит, там говорят, целая схема, которую разоблачила служба безопасности Украины вместе с БЭПом, Бюро экономической безопасности. Значит, там насчитали 10 высокопоставленных чиновников таможни, 10 высокопоставленных чиновников, ни один, ни его кума, 10. Значит, там была схема. Они установили такой масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна, да, мы ж кормим мы ж, мы ж кормим Африку. Из-за этого государство недополучило по отчетам правоохранителей сотни миллионов гривен для реализации схемы. Ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Дмитрий, как такое возможно? Как? У нас без Зеленского пернуть нельзя сейчас, без офиса президента. Как такое возможно? Ты говоришь, да, про вскрытие этой схемы на Одесской таможне, да, я не знаю, что тебе ответить, сажать безбожно, просто сажать, не преследованиями накомыслия заниматься или другой точки зрения, сажать, сажать, не знаю, кто это курирует, не знаю, ты говоришь, 10 чиновников высокопоставленных, да, но ведь все же это идет как-то по вертикали, я так понимаю, это пример Одесской ситуации с экспортом зерна, вообще это политический подтекст имеет, да, потому что зерновая сделка сегодня звучит на весь мир и подобные, подобные схемы, да, как бы, ну, в карикатурном виде выставляют Украину, в негативном виде, собственно, батальоны Монако, Куршевель, там, и так далее, и так далее, господин Блинкин пару месяцев тому назад тоже как-то очень нелицеприятно сказал о коррупции в Украине, да все это видят, ты привел один пример с таможней, а, а, львов, а, черновцы, а, каждые 2-3 дня мы слышим о каких-то, так сказать, вещах, и никто не называет фамилии, никто не отслеживает цепочку, никто не вскрывает эту мафию, потому что, ну, это мафия, ну, может, это мафия, это же не дядя Вася какой-то там сигареты несет в рюкзаке, не знаю. Смотрите, Дмитрий, смотрите, вот вопрос, он же на поверхности, если Зеленскому, давайте так, я же не буду говорить за последний год полномасштабной войны, если Зеленскому с 2019 года, а на этом были построены обещания, и уже после президентских выборов, да, что у нас будет очищена таможня, менялись фамилии, реформировали эту таможню, значит, за эти три полноценных года, четыре, практически четыре, с таможней никаких сдвигов нет, як кралы, так и крадуть. Тут вопрос возникает один, или кто-то в доле, или просто кто-то некомпетентен. Понимаете, ну, я не хочу задавать во время войны эти вопросы, но приходится, понимаете, ну, это же бред, это же абсурд. Смотри, Макс, первое, ты почему-то вычеркиваешь из своей, как бы, линии анализа вообще такую структуру, как правительство. У нас вообще есть правительство, да, во главе которого стоит Таща Шмыгаль, у нас вообще есть парламент, какой бы он ни был, трусковецкий или нетрусковецкий, но он есть, и там есть комитет, который должен заниматься таможней, а в правительстве есть министерства, которые занимаются таможней, а еще у нас есть 13 антикоррупционных органов, которые занимаются таможней, я пока что-то не слышал ничего, кроме как то, что СБУ раз в неделю вскрывает те или иные схемы на той или иной таможне, но дальше-то должно быть расследование, и дальше должен быть суд, почему этого не происходит, не знаю. Что касается президента Зеленского, он сегодня выступает в роли верховного главнокомандующего, и я думаю, что прежде всего большую часть своей времени занимается военной ситуацией, сейчас, сейчас, международным аспектом, коммуникации, облигации объединенных наций, встреча с лидерами международными, оружие и так далее, но если у нас в стране правительство абсолютно нулевое и некомпетентное, о чем я говорил много раз, то и коррупция, кстати, во времена войны, во времена каких-то таких потрясений, это же всегда такое время для мерзавца, поднимать с земли деньги, которые принадлежат людям, и если, вот, Макс, понимаешь, я даже не знаю, как эту мысль всегда закончить, вот, если мы не, то и все это хреново, ну да, если мы не разгоним две трети, антикоррупционных органов за ненадобностью, я бы вообще хотел, чтобы СБУ превратилась в МОССАД, вот нам нужно СБУ, там, генеральная прокуратура, еще какой-то один антикоррупционный не, давайте так, пускай СБУ превращается в МОССАД, но без расследования экономических преступлений, в Украине за 30 лет это привело только к еще большей коррупционной составляющей, когда правоохранители... не тот или иной вид деятельности, коррупционная составляющая приводит безответственность и системность в этом, какая разница, какой орган, что должен расследовать, если существует коррупция в госсекторе, то она существует, что касается СБУ экономической и расследования экономических преступлений. Макс, спорный вопрос, скажу тебе, вот давай просто аббревиатура, давай сейчас без личности, не важно, кто руководитель сегодня, кто был вчера и кто будет за, не важно, Служба безопасности Украины, современные реалии подсказывают нам, в том числе вот зерновая сделка, вот война идет, и мы видим, что в мире существует же для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны, это же не только вскрытие военных агентов, преступников, предателей, сетей, безопасность это энергетика, это кибербезопасность, это теневая экономика, продовольственная безопасность. Когда СБУ тоже вскрыла вот эту фирму, которая принадлежит вице-спикеру Госдумы России Бабакову, VS Energy, которая до сих пор во время войны, эта фирма владела 10% всего энергетического потенциала Украины, как такое могло быть 10 лет? Значит, это же экономическое преступление, экономическая составляющая, дальше СБУ вскрыла ситуацию с Моторсич, Богуслаев и так далее, и так далее. Экономика, а кто тогда должен этим заниматься? Тут же дело не в направлении деятельности, дело же в другом, мы или меняемся, или не меняемся. И поэтому я когда говорю, что да, понятно, что все предыдущие годы коррумпированы СБУ, так же, как коррумпированы другие органы, ну, кто же с этим спорит? Мы же с тобой говорим о будущем, мы же с тобой хотим как бы осознать, то есть, не так. Я же хочу, чтобы мы все осознали, что эта война должна же в корне поменять мировоззрение не только человека, отдельно взятого, но и власти. Я надеюсь, вот я оптимист, отругайте меня, все, переобросы. Я тоже. Я оптимист, я хочу верить, что после войны, когда придет мир, и мы начнем восстанавливать свою страну за кредиты, за транши, за собственные инвестиции, за фонды, я не знаю, за какие деньги из каких источников, но если мы не устроим тотальный бой коррупции в госсекторе, на таможне и так далее, и так далее, мы с вами утратим исторический шанс. И тогда свое слово опять в который раз скажет народ Украины. Жаль, что мы, жаль, если это произойдет. Одни и те же грабли, конечно, где-то. Да, одни и те же грабли. Я думаю, что, я думаю, что президент Зеленский понимает и осознает глубину этих проблем и вызовов. Я думаю, что в беседах со своими иностранными коллегами ему тоже неоднократно намекали на это. Я так думаю, я в это верю. Послушайте, Дмитрий, я просто, что на местах. Неправильно меня поняли. Я уверен, что Владимир Зеленский, человек, который построил свою империю в бизнесе, знает, что такое зарабатывать деньги, зарабатывать. Я уверен, что он честный человек. Я в этом уверен. Не потому, что я даже так думаю, а потому, что, ну, есть ряд факторов, есть у меня друзья, и не один, и не одна, которые подтверждают мои какие-то мысли. Конкретно по честности, я сейчас говорю. У меня миллион вопросов к Зеленскому были до войны, и я их озвучу после нашей победы. Но я говорю о честности. Но вот окружение его или те, кто, те органы, о которых вы говорите, ну, это же, получается, вводят вокруг пальца, что это такое. Значит, Зеленский, как в рамках, вы говорите о Массаде, пожалуйста, но давайте тогда контрразведувальный террор, да, как наши военные говорят, устроим. Ну, пятилетку Сталин устраивал после войны. Зеленский. Неплохая идея. Неплохая идея, но надо же здесь начинать еще и с судебной системы, Макс, ты понимаешь, поймать можно же кого угодно, а если тебя суд отпускает, это же как в той программе про рыбалку, да, поймал рыбку, сфотографировал, отпустил. Я не слышал ни одного судебного приговора, вот же в чем проблема, вот где собака зарыта. И если мы системно нужно, Макс, системно, трудно, но системно. И судебная реформа один из краеугольных камней в этой всей будущей системе. Ну, не идет пока. Попытки побороть коробку. Пока нет, пока вот все вокруг войны. Кстати, вот еще цифра, да, вот первую цифру я тебе сказал про таможню, 5 миллиардов недолет, только долларов под аможней. Вот официальная цифра Министерства финансов, что Украине нужно 38 миллиардов только для, значит, того, только на проведение эмиссии, 38 миллиардов долларов только для того, чтобы не проводить эмиссию, не включать становку, да, и чтобы можно было сделать социальные выплаты, чтобы хватило на социальные 38 ярдов нам только нужно на это. Ты лучше сфокусируй свое внимание, почему нам мир не дает денег, длинных, дешевых, много. В мире нет денег, в мире огромное количество денег. Значит, держат нас вот так на цепочке, значит, держат нас за вот это Фаберже, выдавая нам небольшие кредиты. Кредиты. Никто не списывает нам деньги, никто не реструктуризирует нас долг. Как нам отдавать? Чем? Территориями? Ну, чем нам отдавать? Деньги. Вот смотрите, все чиновники, которые у нас сейчас, которые устраивают какие-то там форумы, как-то привлечение внимания, которые говорят об инвестициях, о том, что мы, вот, Франция у нас будет отстраивать Харьков, Турция будет отстраивать Одессу, ну, вот это вот все, значит, выходят очень красивые речи, очень дорогие презентации, мы все знаем, да, прибить или приклеить, табличка, да. Но вот есть конкретный кейс, и он многолетний, этот кейс, для Украины. Сейчас этот кейс используют против России и Китая, потому что в Давосе на известном экономическом форуме, который проходит зимой, не будет присутствовать по понятным причинам Российской Федерации и Китая, да, хотя там Индия будет, там 13, по-моему, миллиардеров в Давосе будут присутствовать, то есть это клуб, где собираются богатые дяди и ляди и обсуждают, в какое государство вкладывать свои бабки. Украина на форуме в Давосе была представлена пинчуком условно, да, как витрина, вот, пожалуйста, вкладывайте в нас бабки. Нихрена, кроме того, как в Давосе поторговать своим лом, украинские политики ничего больше не делали. Инвест нянит, ну просто, ну такое позорище, и никаких инвестиций в итоге. Я хотел бы у вас спросить, как заставить, как привлечь мир и миллиардеров со всего мира вкладывать в Украину после войны? Вот как? Коротко, если можно, у нас очень мало времени. Коротко, про Давос очень правильно ты отметил, что даже, ну что такое Давос, это экономическая площадка, тусовка для миллиардеров, выработка, разработка планов, захвата рынков, инвестиций, глобальных инвестиций, больших транснациональных корпораций, семей и так далее. И вот на сегодняшний Давос не приезжают представители России, это понятно, и Китая. Вот даже 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 на примере Давоса, казалось бы, этого форума, вот виден геополитический раскол между Западом и Азией, Востоком и так далее. Вот Соединенные Штаты Америки с партнерами западными, и вот Китай с партнерами, и никуда не денешься, Россию они считают своим партнером. И это тревожные сигналы, в том числе для Америки, задача которых, как я знаю, с одной стороны истощить Россию, а с другой стороны попытаться ее оторвать от Китая. И поэтому у них все равно есть коммуникация между Бернсом и Патрушевым, по другим закрытым линиям и так далее. Это очень важно. Теперь по инвестициям очень коротко. Пункт первый. Инвестиции системные, большие, глобальные не придут туда, где война. Пункт второй. Инвестиции не придут туда, где не урегулировано налоговое законодательство, и не установлены единые долгосрочные правила игры, налоговые игры на многие-многие десятилетия вперед. И пункт третий. Инвестиции не придут туда, где такой уровень коррупции в государственном секторе. Вот три направления, которые наша задача изменить для того, чтобы привлечь инвестиции. До этого момента ни одни презентации ничего не решат. большие деньги не придут туда, где нет гарантий нахождения этих денег. Там, где турбулентность политическая, финансовая, экономическая и коррупционная, туда обычно идут только кредиты, а не инвестиции. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Остается только надеяться. Я очень надеюсь, что все те, кто посмотрел и смотрит сейчас наш эфир, это видео в записи, подпишитесь на канал «Да, это так», на ресурсы Дмитрия Спивака. Ссылка в описании. На мой телеграм-канал «Наглый». Подписывайтесь, пожалуйста. Друзья, ждем вас еженедельно с Дмитрием Спиваком. Дмитрий, вам всего хорошего. Спасибо за этот анализ, за эту аналитику. Мы с вами так и о военном, и об экономическом, и о проблемах, которые есть. Как фактор Ристовича показывает, что все-таки нельзя постоянно молчать и зарисовывать какие-то поражения победными словами. Долго работать это конструкция. Некоторым иногда надо изредка помолчать и скушать твикса. Оно будет полезнее. Позвольте, я... Чтобы закончить на позитиве, я не могу так. Я все равно, Макс, все понимаю, но несмотря ни на что, сегодня война, и есть одна главная задача. Это победить в этой войне, отстоять вообще свою страну как таковую, свою государственность как таковую. Принести в страну мир, людям принести мир, потому что невозможно ежедневно смотреть за этой трагедией. Очень хочется, чтобы это уже закончилось. А вот когда начнем строить, отстраивать страну, тогда и будем очень жестко давать оценку всему тому, что будет происходить, потому что или мы вместе это все изменим, да, и тогда построим, у нас все для этого есть, построим интересную для жительства, для жизни процветающую, демократическую, такую богатую страну. Не часто бывают такие шансы, выпадают исторические, но ту цену, которую заплатил сейчас и платит каждый день украинский народ, вот ту цену. И если у нас что-то не получится, потому что опять какие-то там, это будет неправильно. Поэтому я верю, верю, и миру быть, и обязательно быть добру. Ну, так. Все, спасибо вам большое. И на этом пока. До свидания. Да, это, да, это, да, это, да, это так.